Шалом, шалом, Иерусалим Друзья, мир всем. Вот сегодня у нас пятница, подготовка к шабату идет полным ходом. У меня, по крайней мере, здесь сейчас вот нарезал, есть такую зелень разную. Вот, это мой такой шабатный суп, будем договорить. Купил сегодня говядины, вот, и готовлю такой суп. Не знаю, как он там. Густо очень получился, правда. Ну, ничего. Так и должно быть, наверное. Вот, все-таки шабатный суп, знаете ли, это небудничный какой-то щи. Небудничный щи, хоть рот пола щи, как говорится. Так, вот так вот, да. Вот так, друзья. И сегодня пятница, сегодня подготовка у нас к шабату идет полным ходом. И вот, уже чуть попозже будет включение. Сделаю прямое включение. Вот. Как раз суп подготовится. Все будет готово уже к шабату. Вот, друзья. И приветствую супругу свою, драгоценную Инночка. Приветствую тебя. Благоставляю Инну Сергеевну, жену мою дорогую, детей, Настю, Анастасию и Николая, Серафима и Татьяну, Сережу, Инну. Благоставляю во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Зятя моего Михаила благоставляю, благоставляю внуку моего Антона всех. Весь наш рот благоставляю во имя Ишуа Машеха, во имя Иисуса Христа. Да, это прекрасно, что даже несмотря, что мы сейчас далеко друг от друга, вот, физически так вот. Ну, для, во-первых, Божьего Духа, Роха Кодаш, да, Духа Святого, нет границ, государственных барьеров, там, прочее. Вот, ну, и тем более нам, вот, видите, интернет помогает ныне быть, вот, так вот, на скайпе, там, и на общении, вот, в социальных сетях. Это прекрасно, друзья. Вот, так что можно и так помолиться. Благословен Бог наш, давший нам интернет и мобильную связь и всякие, всякие прочие такие интересности, чтобы мы были, действительно, были ближе друг к другу. Но, понятно, человек без Бога, он, ему хоть что-то, ему хоть, его хоть в рай посели, для него это будет адом. Вот так вот. Но, человеку хорошему, доброму, все на пользу. Вот, благоставляю вас, дорогие друзья, всех зрителей, слушателей, подключайтесь сегодня, значит, к такому, к такой трансляции. Я, кстати, на улице записал, сегодня на улице снег у нас. Ну, кто не видел, еще, вот, похвастаюсь, выпал снег, интересно. Даже сюда, кстати, хороший вид, интересный. Вот, это парк Киото. Так, вот здесь. Снегом запорошило. Правда, уже подтаивает, такая нулевая температура. Так. Вот так вот. И сегодня и завтра тоже буду делать прямую трансляцию. Трансляцию, значит, на скайпе. Вот на скайпе, это со своими буду общаться. А так вот, общее такое, общее подключение буду делать прямой эфир на ютубе. На своем канале. Где, в общем-то, это видео и буду выставлять тоже. Вот так вот. В 18.00 по киевскому местному времени. По московскому будет 19.00. Будет подключение. Я уже к этому времени уже зажгу свечи, кедуш подниму. Да. Вот. Ну и вместе с вами тоже, конечно же. Вот. Вот. И сегодня, конечно же, посвящен шабату будет и многим другим интересностям, интересным темам. Я думаю, сегодня даже трансляция, она затянется. Или я даже разобью ее на части, наверное. Потому что есть темы такие, как бы, очень такие важные. Это и месяц Шват завершающийся. Вот. В котором центральное, конечно, место занимает Тубишват. Новый год деревьев. Это, наверное, я думаю, что один из главных праздников сегодня Израиля, как возрожденного еврейского государства. И Иерусалима, собственно, как возрожденной столицы, возрожденного еврейского государства. Вот. Новый год деревьев называется. Конечно, это связано. Сионисты всегда это считали, как бы, и мы это считаем, действительно, но главным годом, таким Новым годом тоже. Головой года. Потому что из пустыни Бог совершает вот этими простыми руками человеческими великое чудо. Снова земля Израиля. Она становится живой. Она стала уже живой и становится еще больше, больше живой. Это великое таинство. Из Библии, из Слова Божьего мы видим, что земля, она тоже живая. И весь этот мир, это все живое. Бог сотворил. Живой Бог. Весь этот мир живой сотворил. Вот. И, конечно, есть за что благославить и благодарить. Есть о чем поразмышлять. В завершении месяца Шват. Сегодня 24-й число в месяце Шват. 5778 года от сотворения мира, если считать. Ну, а в нашем гражданском летоисчислении сегодня 9 февраля 2018 года. Да, и также, наверное, есть смысл поговорить о предстоящем нам православной традиции, христианской уже традиции, Сретене Господнем. Вообще, тема потрясающая такая, глубокая тема встречи с Господом. Я более подробно, более полно буду говорить об этом, конечно же, в воскресенье на служении, в нашем церковном служении здесь, в Киеве. Ну, и во время поездки следующей недели во Львове. Буду говорить именно об этом, в разных собраниях. Вот. И также еще третья тема такая для размышления сегодня у нас. Это предстоящий нам Пурим. Предстоящие празднования Пурим. Полнолуние следующего месяца, вот, месяца Адар, это наше избавление. Воспоминания нашего избавления, спасения, это праздник Пурим. Библейский праздник, это не праздник Господень, с одной стороны, не Бог давал его, но этот праздник описан в Библии, сама история этого праздника описана в Библии очень подробно. И, в общем-то, я думаю, что для многих сегодня евреев, неевреев, для всех чтущих Бога, для всех чтущих Библию как Божьи Словы, это повод для размышлений. Огромный повод, такой сильный повод для размышлений, таких глубоких, о нашем избавлении, нашем спасении. Вот так вот. Так что благоставляю всех вас во имя Господне. Ну, мне надо еще варить, хотя, в принципе, уже почти все готово. Остался уже последний штрих, маэстро остался. Это зелень. И накрою все это потом, и закрою чем-то, какими-то полотенцами. Я люблю очень потом закрывать полотенцами такими, и оно как бы еще томится. Как бы так вот, час, два, там, три. И потом аромат просто прекрасный. Вот так вот благоставляю всех вас. Да, кстати, ну, да, конечно, мне все ароматы сейчас, как вот в Украине говорят, слышны. Я их чувствую, эти ароматы, но для вас, конечно, только картинка, и все. Может, в будущем появятся такие камеры, дай Боже, которые могли бы передавать запахи, вот эти вот ароматы. Я думаю, это будет прекрасно вообще. Ну, кто там у нас из изобретателей, молитесь. Пусть Бог даст вдохновение и идеи, как это осуществить. Очень хорошая идея. Ну, что, благоставляю вас. Пока вот камера какая есть. Кстати, если у вас есть возможность, вот, тоже посадействовать мне в слушании, нужна камера такая, не вот такая любительская камера, а, которую широко берет, как широкоугольная называется, да, по-моему. Вот, и желательно такая уже, ну, полупрофессиональность с такими-то функциями там, чтобы уже можно было в студии работать с камерой. Хотя в поездке эта камера хороша очень даже, она неприхотлива, совершенно проста в обращении. Вот, но для уже таких более серьезных съемок, тем более, если снимать там уже и семинары, и служения эти, то, конечно же, нужна уже камера получше, безусловно. Вот так вот. Да. Благоставляю всех вас. И благоставляю благоставением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисуса Христа Мессия. Амэн, амэн, амэн. Пусть Бог Авраама Исаака Якова благословит всех вас, дорогие друзья. Благословляю паки-паки, снова и снова мою семью, всех друзей церковной реформации, всех наших служителей, всех вас, дорогие друзья, независимо от вашей национальности, религии, культуры, традиции. Вы знаете, что Бог очень любит вас. Действительно, Он не просто это даже на словах говорит, а Он это доказал делом самим, отдав свою кровушку, свою жизнь за нас. Хотя надпись эта как раз и гласит, что кровью донора я был спасен, мой донор сам Иисус Христос, Он пролил свою кровь. О, спасибо, спасибо Господь Иешуа. Слава Иисусу Христу. Мне так нравится, как в Украине приветствуется. Слава Иисусу Христу. На веке слава Богу Святому. Аминь, 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 аминь. Шаббат, шалом. Ну, мы споем еще попозже. Ну, а кого не увижу сегодня вечером. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Благоставляю всех вас из города Киева. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Ну, и кто в Киеве, конечно, киевлян всех зазываю. Приходите на служение в воскресенье с 9 до 19 наше служение на Кловской, 1 Майского, 6. Ну, все координаты есть там уже под этим видео. Все с Богом. Шалом.